здравствуйте дорогие слушатели с вами в эфире марина белиловская и я вещаю из нью-йорка сегодняшнее интервью сделано специально для подкаста сценарной мастерской александра молчанова и сегодня у нас в эфире очень известный гость я уверена что очень многие в стране его знают сегодня у нас в гостях автор метода ключ хасай магомедович алиев известный российский ученый психофизиолог врач-психиатр психотерапевт рефлексотерапевт кандидат медицинских наук писатель психолог член союза творческого союза художников россии заслуженный врач республики дагестан лауреат премии ленинского комсомола армении и дальше у меня стоит и так далее ну и каково слушать все эти титулы я вас приветствую в эфире хасай магомедович спасибо большое дорогая марина прямо плакать хочется когда слышу как памятник мне возжигаешь давайте вместе поплачем хочу сказать кстати говоря очень нужно что я академик международной академии технологических наук технологических потому что этот момент очень важные для понимания потому что я разрабатываю и технологии технологии которые помогают человеку очень быстро найти ключ к себе вот именно вот этот ключ для вот видите т.д. это было как раз про это так что я хочу сказать нашим дорогим слушателям что метод ключ был создан в центре подготовки космонавтов имени гагарина для моделирования состояния невесомости преодоления страха адаптации к стрессам и перегрузкам а также хасай магомедович обучал военный персонал перед входом в этом охот курск был первым кто выводил из острого стресса детей взрослых после терактов в городе кизляре каспийске бесслане москве и обучал ключу психологов мчс мин образования минздрава журналистов олимпийцев испытателей международной космической программы марс 500 и вот вот такой вот удивительный метод и ему же больше 30 лет метод был создан восемьдесят первом году и он не теряет своей актуальности ключ к вашему ключу надо да это не мне больше 30 лет это демни и они мне друзья это метод больше 30 лет я шучу я вообще юморист люблю пошутить немножко без этого никуда в нашем мире я хочу сказать что ключ ключу очень удачное выражение ты сказала чем же сама суть метода ключа суть метода ключа дело в том что каждый из нас непроизвольно невольно сам всегда им пользуется но дело в том что иногда как он это делает он не обращает на это внимание и когда у него бывает стресс и он иногда забывает это сделать сознательно то есть собственно ключ это я показываю какие люди делают инстинктивно защитные реакции которые подсказывают организм когда человек решает какую-то волнующую задачу я подсказываю и потом каждый узнает себя говорит да и так и делаю а я говорю а почему что это не применил когда у тебя плохое состояние чтобы выйти из него ты же это делаешь инстинктивно почему в тот момент а в тот момент такой говорит стресс жуткий что мне не было не до этого все из памяти вылетает из понимания вылетает эмоции загружают я просто не понимаю что надо делать и поэтому ключ заключается в том что несколько раз эти инстинктивные действия делаем мы осознанно виде упражнений коротеньких насколько они совпадают полностью состоянием человека они простые простые комфортные и там критерии как раз таки подбора индивидуальных приемов каждому человеку для себя именно максимальной простоты и комфортности вот это то что отличает ключ от всех других методов не понятно а что же это за инстинктивное движение относится ли к ним допустим вот что первое приходит в голову например у меня муж свои изобретения придумывал во время быстрой ходьбы относится ли к этому когда люди сидят и что-то там придумывают или пишут статьи и хрустят орешками какими-нибудь это все относятся к этому конечно потому что повторяемые движения снимают напряжение это золотая формула которая уже знает вообще-то в принципе если не мир то пол мира это точно потому что мои книжки изданы и в америке и в париже и болгарии и в почве но и везде и конечно многие люди знают кто когда-то вообще слово ключ слышал они выходят у меня на youtube канал или в википедию метод ключ смотрят и понимают но дело в том что метод все время развивается метод все время развивается упрощается становится доступнее эффективнее не только для взрослых людей не только для таких как я вот мне 70 лет я уже применяю посекундные приемы и это очень здорово и уже учебники по физкультуре для десятых 11 классов российских школ профессора матвеева уже сих сихра гимнастика по методу саморегуляции ключ синхро это значит действие синхронные индивидуальному текущему состоянию в момент их применения вот все методы мира не так устроены в принципе шаг за шагом стараясь и чтобы получилось какое-то упражнение иногда но совпадает с тобой сразу такой взрывной эффект хороший иногда не совпадает и тебе говорят а ты старайся повторять пока не получится это же вообще старая школа во всем мире не только в таких методах это вообще при обучении математики и при обучении музыки стараться делать пока не получится это вообще-то обучение исполнителя а сегодня требуется обучать изобретателя чтобы человек попадая в нештатные ситуации когда неожиданность какая-то произошла чтобы мгновенно со скоростью инстинктивных реакций быстро изобретал что-то новое и понимал как поступать в ситуациях неопределенности вот для того что сердце схватило или допустим космонавта стропа у него оторвалась от космического болтается в космосе и как быстро поступить это же было не предусмотрено например чтобы голова быстрее работала вот для чего но метод отличается скоростью простотой эффективностью и это именно то что нужно в наше скоростное время давайте мы приведем для наших слушателей простой пример вот допустим вы работали с в случаях острой травмы да когда например после терактов вы приезжали и вот стоите вы перед женщиной например которая только что на нас на ее глазах только что она потеряла всю свою семью то есть человек не только не слышит человеческую речь для нее вообще мир перестал существовать что в таком случае понятно что мысли позитивно дорогая в этой ситуации не сработает вот конкретно ваши действия но чтобы людям было понятно и мы как-то приблизились к пониманию того что это за метод ну обычно стандартные реакции какие инстинктивно возникают у человека нервная дрожь бывает слезы бывают другие какие-то реакции или оцепенение какое-то бывает я ему говорю усиливай эту реакцию плачешь плачь ходишь туда-сюда по комнате ходи туда-сюда пока вот у меня был случай интересные показательные например у меня мать 1 звонит по телефону у меня тогда был центр защиты от стресса где 25 лет на таганке работал и все и там телефон был 911 начинался там и она мне позвонила и говорит у меня говорит сын стоит на крыше высотного дома и сейчас собирается покончить с собой он мне позвонил по телефону и говорит я все понял у меня жизни больше нет я все понял и что надо делать и короче говоря вот помогите куда звонить надо у вас 911 тогда был такой телефон я хорошо вы сейчас делаете она говорит ну как что делаю бегаю по комнате руки заламываю я говорю бегай быстрее бегай быстрее она года что я с ума сошла я у вас просьбу как помочь мне ему что ему позвонить сказать он сейчас бросится игру бегай тебе говорят она стала бегать заламывать руки еще сильнее потом села потом она успокоилась как-то неожиданно позвонила и через много лет мне звонил парень и говорит вы мне спасли жизнь я говорю да я вас не знаю вообще через много лет как это я вам спасли жизнь я стоял на крыше и мама мне сказала слова если с крыши то есть она сообразила когда успокоилась когда успокоилась она сообразила какие нежные любящие слова надо ему сказать а он был в отчаянии и она была в отчаянии ну короче говоря если человек понаблюдает за собой в момент нервного волнения или в момент решения какой-то сложной задачи что он инстинктивно хотел бы сделать например спортсмен перед рекордом вот у спортсменов бывает мандраж мандраж тоже самое повторяемое действие только на высокой частоте есть корреляция между уровнем напряжения и частотой повторяемых действий и вот у него мандраж и люди вышли волнения перед олимпиадой там школе по математике выступлением публичным или перед свиданием да 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 это всему касается чем всех областей жизни нервное волнение потрясись как же так люди привыкли их учили если что-то выпадает за стандартную форму например температура 38 а должно быть 36 всего сразу принимал таблетки чтобы снизить а только прошло сотни лет когда поняли что температуру надо сбивать только когда выше 39 38 потому что температура борется с инфекцией вот это понимание приходит постепенно с опытом жизни человечества обобщением общего опыта анализа и так далее рекомендации меняется врачей и в то же самое подражает человек нервничает стало быть организм пытается сбросить лишнее напряжение путем повторяемых действий на высоких частотах а человек этого не знаете пытается усилие углу погасить напряжение и у него происходит внутренний конфликт организм ему подсказывает что надо сделать и он себя не слышит потому что ему мешает штамп стереотип которые у него заложили и вот теперь я ему говорю а ты потрясись и он берет трясется трясется в резонансе с частотой своего напряжения и напряжение сразу падает его точно так вот этот вопрос первый который ты мне задала марина о том что вот мать потеряла ребенка у нее было понимание что делать а в этот момент все программы исчезли теперь она не знает что делать как быть как жить теперь она не может себе представить был сын нет сына как быть мужика как можно и советовать а ты успокойся думаю хорошему как она может думать о хорошем если его ей не нашла опереться все программы исчезли а я вот вижу что хочется делать я говорю ты просто стою вот так вот болтайся туда-сюда болтайся туда-сюда так аутисты делают так дети делают все дети делил делать повторяемое движение они окажутся почему это делать спасаются от напряжения и вот она стоит его дела и переживает вот что важно самое важное когда психолог говорит человеку а ты не переживая плохом а думая хорошим в этом ошибка чтобы перейти от того что плохое хорошему вот этого промежуточного этапа не хватает который есть соль ключа чтобы этот переход научить мозгу делать этот быстрый переход надо его отработать осознанно в виде упражнений россии тебя трясет потрясись и ты успокоился а потом ты в жизни можешь не трястись чтобы успокоиться просто захотел и успокоился вот поэтому я говорю переживаешь переживай 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 но на волне автоколебаний но на волне повторяемых действий которые тебе более всего подходят который тебе комфортный который тебе простые понятны но я могу привести пример да я пока три мысли держу в голове чтобы уточнить люди так инстинктивное делают например плавание плавание человек когда плывет если действие ему подходит он снимает напряжение выходит на автоматизм и плывет и плывет бесконечно точно так же когда он бежит если он вошел в ритм бега когда получилось синхронизация между частотой повторяемого движения с текущим состоянием напряжения у него напряжение падает он бежит на автомате и может обижать всю планету но это марафонский бег а если он не совпал с бегом или в прогулке когда он гуляет вот он гуляет думает о чем-то или вот прекрасная лев николаевич толстой рассказал об этом в ванне карениной это у меня классический пример который я в книжках описываю там лёвен косил лук это повторяемое движение и в какие-то моменты испытывал счастье а в какой-то момент когда коса на кочку попадала его и счастье выкидывал а ну когда я прочитал этого не карельная как психофизиолог сразу понял механизм а толстой как великий мыслитель ли он этот механизм увидел просто он описал это как те чисто как художник как писатель описал что тот был счастье и потом выскакивала счастья а мастер который больше опыта имела подходил быстренько кочку обрабатывал и шли они дальше очень интересны так вот я хочу сказать вот эти повторяемые действия они лежат в основе деятельности любой если деятельность совпадает с конституции с личностью состоянием человека например я знал тетеньку которая ужасно любит стирать белье она гать я когда стираю я такое испытываю удовольствие она соседки рассказывала еще маленький был я тогда не обратил на это внимание но потом вспомнил она соседки рассказывает а там раньше у нас были много лет назад доски такие сирали ребристые такие я дает когда стираю там все вопросы в голове решаю которые у меня по хозяйству она тетки рассказывает соседки а тогда это я стира терпеть не могу а то этот ритм не подходит а там может быть на скрипке играла на скрипке да 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 челентанова на здраво рубил помните дрова рубил челентана и еще очень удачный пример и кайзер германии вильгейм он скупил угодья лиса скупил и дрова кололу окажется он был невротиком и когда он колол дрова у него значит нормально становилось самочувствие но он бы мог не колоть дрова и не 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 погубить столько деревьев если бы он знал прием саморегуляции который он путем перебора бы разных вариантов повторяемых действий нашел бы для себя это повторяемое действие получил бы там удовольствие ему не пришлось будет тратить время ходить там угодья свои рубить покупать за миллионы это мог быть дома стоять вот это элемент ключа до элемент или животные животные вот антилопа убегает от льва она убежала протряслась и психотерапевту и уже не надо все побежала дальше детей рожать конечно а собачку когда из под душу вытаскиваешь она трясет головой эффективно правда же а у нас есть одно из упражнений где ты мелко мелко но едва заметно для себя трясешь головой но это надо знать правила и условия потому что у кого-то шея заблокирована ему нельзя трясти головой вот по существу вот это есть наука и искусство саморегуляции по методу ключ где я всем там и в книгах и на youtube-канале метод ключ к сайлию там объясняю кому что можно делать кому что нельзя и как надо это правильно делать но в принципе я сейчас пытался объяснить на чем это построено я уловила такую мысль что во многих методах как я это понимаю когда говорят о стрессе говорят об уходе от стресса от стресса о снижении стресса ваша метод использует энергию стресса я это так услышала потому что вы говорите не плачется плач печалит печалитесь печалься но делай какое-то движение я правильно услышала что энергия стресса на совершенно абсолютно это самое главное что мы научаемся через эти действия пройдя курс обучения очень короткий курс обучения научаясь перебирать разные варианты повторяемых действий подбирая подходящие себе то есть их родные себе движение развиваем во первых креативность мышления во вторых качаем энерфин потому что омолаживаемся вот у нас в этот момент когда совпадает действие с текущим состоянием внутренняя аптека включается и алкоголь которые люди придумали под когда не знали про такие вещи как раз таки является искусственным заменительным суррогатом человек выпил когда у него стресс у него снялось напряжение ну там тупик а здесь как раз таки внутренняя аптека чистейший алкоголь это эндогенные эндорфины вот эти вот эндорфиноподобные вещества вот это во вторых страх о котором ты говоришь паники оказывается это мощнейшие мегатонные энергии которые запакованы это такое высокое напряжение который не позволяет человеку думать сопровождается очень негативными эмоциями негативные почему называется и вы чувствую потому что они энергозатратные чем больше организм мозг тратит энергию на что-то тем она окрашивается у него в ощущение негативности то есть переживательности с минусом а когда влюбленный человек на часов не забыли на не наблюдает потому что у него эндорфиноподобные вещества мы поэтому горит любовь химия там и так далее новая в этом смысле что организм из целостные душевное состояние влияет на аптеку возле я могу сказать именно то что ты говоришь что действительно человек может использовать энергию страха собственных целях собственных целях перекидывать вот например как лайки до вот это вот мощность на него валится он раз и перекинул на решение ранее недоступных задач и решил их но очень много тому примеров когда человек в стрессе в очень мощном стрессе совершает подвиги когда мама поднимает трак который едет на ее ребенка известно такие случаи но конечно кор человек сигает не знаю какой когда там за ним бык разъяренный вот у меня так сестра в детстве за ней бежал бык она залетела на этот забор когда она увидела потом этот забор это но это нереально да то есть стресс трамплин получается если человек а в другой раз ты думаешь могу перепрыгнуть забор или нет или сомнениях потому что может получает одновременно делает две команды да и нет а а когда у тебя есть личный пример кто-то прыгнул и другой прыгнул и третий прыгнул эти тоже думаешь о чем я хуже тоже прыгну то есть это когда лишний пример есть и когда сильный страх потому что если ты не перепрыгнуть счастье собака и штаны оборвется и и вот этот страх заставил перепрыгнуть так вот оказывается этот страх можно использовать сознательно потому что мы это случайно получилось а сознательно осознанно когда человек хочет перепрыгнуть высокий забор без всякой подготовки без всякой тренировки то он может момент стресс вызвать сам у себя стресс перенаправить эту энергию на прыжок но это есть по существу обучение навыкам саморегуляции и то есть ключ который этому помогает быстро научиться ну и потом еще сейчас многие говорят вот про психосоматику да про не прожитый стресс который мы который остается в теле а в вашем методе мы как раз этот стресс проживаем через тело то есть насколько я понимаю происходит синхронизация вот этих вот движений до которые идиомоторные вот эти вот движения со своим состоянием правильно правильно абсолютно вот марина ты профессор уже в этой области стараюсь стараюсь вот с такими людьми общаюсь а вот какие примеры еще движений потому что вот мы говорили про протрястись мы говорили про вот этот шалтай-болтай это механические движения механические что еще там какие-нибудь это механические там не там есть повторяемые механические движения например ногой качает пальцами стучит поэтому это вошло в религии во все там четки перебирает молитву повторяет мантры повторяет это же у всех в мозге есть оттуда они пошли в религии и это механизм психофизиологический природный ты правильно сказала что и животные это делают все делают вот кот сидит на диване и вот так вот качается очень интересное явление если наблюдать за животными и попробовать и увидеть у себя понаблюдать за собой какие ты движения не что почему человек когда заснуть не может все время выручается уже повторяемое движение снимать напряжение почему когда он переходит все она не глазки моргают глазки моргают мелко-мелко и он переходит из бодрствования уже он то же самое когда он переходит из обычного состояния в транс у неё глазки мелко-мелко бы моргают так вот если вот это механические движения нас пандальные а если человек берет моделирует это движение например он никак не может успокоиться если он вот так сядет и мелко-мелко-мелко-мелко сам сознательно уже поделает глазками как ему приятно а потом отпустил это движение задумался о чем думать пустил мысе на самоте у него появляется спокойное состояние а на этом же метод шапира построен это шапира же это глаза двигательные реакции как она же и писала что когда она вспоминала как же так получилось что она шла по парку или где-то там она шла не болела голова по моему так насколько я помню а потом она пришла домой в таком хорошем состоянии она вспомнила что там что-то вспышки какие-то были свет свет там что-то и она моргала глазками и она повторила и у него снялось напряжение потом придумали глазами двигать сюда 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 за пальцем за пальцем и переживать переживать свою психотравму и вот сидит значит доктор и вот так вот делает и человек туда-сюда у нас этот метод тоже есть в америке это же все на основе инстинктивных действий человека построена и действия эти у каждого свои правильно насколько я понимаю то есть кому-то комфортней болтать руками кому-то комфортней ногой и в этом и состоит один из моментов вашего обучения что эти движения подбираются да а сам подбор движения развивает поисковую творческую активность мозга потом любые задачи решаешь проще вы были которые уже поэтому нет тут вот что нужно сказать там есть три входа в это состояние сам переход в это состояние сегодня современным языком называется квантовый переход квантовый переход на самом деле это триггерный переход по психофизиологии но мы назвали так чтобы можно было наукоидным словом квант и так далее вот этот квантовый переход обеспечивается тремя входами либо это повторяемые механические движения синхронные текущему состоянию который человеку приятно делать и вода идиомоторные движения идиомоторно это когда я например вот хочу чтобы у меня палец пошел вот задумался об этом образ создал идею и не мешаю пальцу двигаться и в соответствии с моим образом если я не мешаю пальчик у меня пошел 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 на автомате то есть это автоматический рефлекс рефлекс двигательный вслед за образом то есть когда человек представляет себе какое-то движение например балерина представляет движение если она представляет это движение и отпустила тело на свободу не мешает телу у неё она пойдет из по существу идиомоторное движение как раз и выводит человека на этот квантовый переход то есть она вот была нервном состоянии вспомнила как она танцует балет держит руки так как когда она танцевала вообразила что она танцует и в этот момент руки пошли и в этот момент она почувствует что она уже в этом хорошем состоянии то есть квантовый переход можно делать с помощью полуавтоматические движения то есть механические движения это один ход второе идиомоторное движение можно пальцем можно руками у нас есть ключевой стресс-тест когда держим руки перед собой положим их как на воду расслаблены вот так вот чтобы шея не напрягалась и воображаем себе что руки начали расходиться и не мешаем себе и при этом мы прислушиваемся куда боем лучше пойти например у кого-то они пойдут выше пойдут у кого-то ниже пойдут то есть ищем коридор куда им легче у кого-то стороны кого-то в сторону и они у него идут да это ключевое средство с обратной связью во первых человек любой может быстро проверить у себя насколько он зажат насколько он нервном состоянии иногда он не понимает что у него стресс вот он может проверить идут руки или не идут по его желанию если не идут значит ему надо раскрепоститься и там как раз повторяемые механические движения там есть упражнения хлёст руками по спине так делают люди когда воду прыгают там есть другие шалтай болтаю упражнение или размять пальчиками шею точечный массаж и потом он пробует как руки идут и россия не пошли и как только они пошли у него сразу квантовый переход сразу чувствую как хорошо стало было плохо а через минуту стало хорошо то есть это второй вход а есть третий вход это через пик напряжения ну как мы обычно утром просыпаемся мы подтягиваемся мы подтягиваемся мы все остаточные напряжения доводим до пика и сбрасываем так вот оказывается если на пик напряжения положить желание как на гвоздик шарик это желание потом начинает исполняться потому что это допустим ты подтягиваешься и представил себе что день пройдет великолепно и чтобы не случилось ты будешь полной энергии ты будешь прекрасно чувствовать вопреки всем обстоятельствам если ты на пике напряжения это себе вообразишь у тебя так и получится потому что там это психологическая настройка то есть установка трансформируется в доминанту психофизиологическую она так и будет то есть ты сам себе гипноз сделал то есть на пике напряжения или например когда ты принимаешь холодный душ если ты в этот момент когда ты напрягся подумал вдруг заболеешь ты и заболеешь а если ты в этот момент подумал ой я закалилась какого я буду крепкий ты будешь крепче вот поэтому как использовать пики напряжения чтобы ты был здоровый счастливый надо просто помнить если что-то ёкнуло если ты напрягся в этот момент подумаешь что вы теперь ты решишь такой-то вопрос который раньше не мог решить и энергия пойдет туда вот этот страх он перенаправляется вот этой энергии на решение ранее нерешаемых задач я не знаю я не знаю насколько я понятно это объясняю не знаю тут это понимаешь в этого же ты в теме много лет этим занимаешься разными методами всем другим показываешь как надо делать и что надо делать а другой человек новичок он может не понять а для этого ссылочка под нашим видео будет абсолютно вся информация на ваш youtube канал и на все ваши странички и на все ваши книги и на вашу школу человека будущего все ссылочки будут для интересующихся что хочу еще спросить так мысль потеряла даже я хочу сказать почему я картины люблю показывать картина можно мы сейчас вернемся через пять минут прямо сейчас картинам конкретно вернемся я хочу вот какую мысль бы сказать ведь вот этот метод да он возник вниз не с нуля вы человек интересующийся человек который изучили индийскую философию китайскую философию и труды милтона эриксона и и все была возможность сравнить то есть это возникло не на пустом месте каким образом вот этот богатый ваш потенциал исследователя до в первую очередь человека очень образованного и против прочитавшего огромное количество литературы каким образом это помогло свести все вот к такому уникально простому методу который вообще все больше и больше обороты набирает особенно в наше время пандемии вот как это все но во первых хорошо знаешь что это не зайдет день получилось потому что на это мне пришлось 0 60 потратить я так думал сейчас мне говорят это так просто поэтому это и в голову не приходит на самом деле это так просто поэтому и голову не приходит во вторых мне уже сейчас говорят вот участники нашей школы у нас и выдающиеся там люди они очень интересные все а вот там я дома недавно написала конечно конечно потому что когда человек снимает стресс и она становится самим собой это какая глобальная фраза на самом деле человек по природе творец человек родился уже он способен творить его застав человека не любить и не сможешь застав человека не творить и не сможешь это природа человека поэтому это позволило и в библии так написать решил бог создать человека по своему образу подобию но бога же никто не видите стало быть как творца ты человек по природе творец я просто думал о том почему он творец потом я понял потому что выводе метики лежит вся эволюция предшествующих поколений и вот эта вся эволюция предшествующих поколений дедушек бабушек прабабушек то вот очень много много поколений у него он же результат человек результат эволюции и вот этот опыт генетический он запакован в его гене и как раз таки когда человек из стресса выходит на самую себя он распаковывается то есть по существу когда человек снимает стресс и решает какую-то задачу он подключает к решению какого-то вопроса весь опыт предшествующих поколений и сегодня один решает этот вопрос в нем работает природа в нем работает вот эта вселенная и вот поэтому когда человек снимает стресса он становится самим собой то есть творцом человек по природе творится мне его учить не надо быть творческим он сам по себе творец я его учу только находить действия путем перебора которые совпадают с ним индивидуально которые помогают ему снять напряжение и там он сам уже может этим моментом перехода использовать его перенаправлять энергию стресса на решение своих задач и поэтому я изобретатели обучаю спортсменов и спецназа раньше обучал сейчас страшное дело происходит сейчас и росгвардия там и полиция даже совершенно меня не спрашивая не согласовывая а их психологи взяли в инструкции подготовки психологической полиции и росгвардию они взяли вставили это метод ключ хотя бы согласовали хотя бы разрешение спросили дело не в том что они нарушили авторские права у меня все в открытом виде хотя у меня два пакета бы а дело в том что они же взяли старые материалы могли бы новые взять вообще-то потому что метод развивается у нас целая школа там тысячи людей из разных стран мира вместе со мной мы усовершенствуем метод вот у меня в последних летах уже участники нашей школы со своими примерами со своими именами я поддерживаю нашу школу и все мы работаем на то чтобы создавать науку человечности потому что оказывается когда человек в стрессе он эгоист полный у него играл потому что стресс оказывается автоматически тянет за собой шаблоны мышление тянет за собой подражание авторитетом потому что ты когда в стрессе ты же нуждаешься ты же хватаешься за любое как утопающий за соломинку тебе скажут делай так ты делаешь так делай так поэтому людей вот когда воспитывают там зомби там или есть такие вот всякие банды там всякие неприятные вещи решают их сна например ломает им режим жизни заставляет делать бессмысленные вещи расчеловечивают и они стараются писал книжку выдающийся писатель как этот самый не зомби у него там было тут забыли сейчас помню вот это очень интересное явление чтобы человек был человеком он должен уметь и управлять энергии стресса не просто снимать стресс потому что люди же как таблетку выпил и снял стресс вот и выпила снял стресс это не дает ему развитие именно обучаясь снимать стресс без посторонней помощи а с помощью знаний и самонаблюдения по принципам ключа там новые принципы и правила и критерий подбора максимально соответствующих синхронных действий обучаясь снимать стресс и управлять энергией стресса желаемым собственном назначении у него происходит развитие и поэтому да получилось что метод ключ нам нужен не для того чтобы стресс снимать а чтобы развиваться чтобы открывать себе творца вот это что нужно для чего так стресс снимать извините ты разных методов полно в мире вот чтобы развиваться обучаясь снимать стресс обучаясь использовать энергию страха для решения недоступных задач и целей вова правильный путь спасибо огромное знаете какой у меня возникло такой вопрос размышления вот вы сказали что у вас люди из многих стран до обучаются скажите пожалуйста разница в культуре людей до влияет ли на освоение метода вот мы упомянули про то что в нашей культуре да если человек вдруг начнет посредине ну новое поколение молодежь они поле раскрепощенная вот скажем когда мы росли но каким-то образом но не принято было там посреди улицы вдруг раскачиваться или самовыражаться поэтому когда я приехала в америку 30 лет назад я была очень удивлена потому что разные нации они во много более раскрепощенные они могли например посреди улицы начать танцевать они там могли медитировать или там делать тайчи абсолютно не обращая внимание на людей то есть у разных культур меньше вот этих вот ограничений на то чтобы быть самим собой в нашей культуре от ограничений очень сильное было мешает ли это освоению метода вот у нас складывается такое впечатление что нормальный человек он везде одинаковый независимо от того где он родился где живет и в какой культуре и субкультуре находится если он нормальный здоровый человек психически если он допустим а не родился с какой-то травмой а есть такое если он не перенес отрешение мозга если он не принес какой-то вирус инфекцию тогда если он нормальный я бы не находился он такой же как и все вот мы все в норме одинаковые мы все творцы мы все творцы и легко можем понимать друг друга нам стоит только немножко снять зажим стрессы это очень просто оказывается вот поэтому это и в голову не приходило это мысль нравится что мы все одинаковые вот дело в том что есть такая книжка жизнь после смерти моим по моему или кто-то написал что человек клинической смерти там летает где-то коридорах там летает его типа многие люди там читают книжку многие люди там говорят да я тоже летал не было климене клинической смерти значит есть после жизни жизни но его не переубедишь что клинической смерти это пик напряжения а в пике напряжения человек часто выходит трансовое состояние у меня очень много людей витают и без всякой клинической смерти это книжка говорит не о том что есть жизнь после смерти а если подумать глубоко она говорит о том что мы все люди и мы все одинаковые мы все в одинаковых состояниях испытываем одинаковые ощущения и что в конце концов мы договоримся об этом речь идет что мы все одинаковые когда вот если посмотреть на выдающихся спортсменов если посмотреть выдающихся учебных выдающихся художников они же все одно и то же говорят вот пикассо говорил о том что искусство нам нужно для того чтобы стряхивать пыль с повседневности но очень много там все вот люди которых мы знаем выдающийся пушкин что говорил а почему пушкин когда писал свои произведения на полях его значит текстов нарисованы женской головки из его портретики потому что он автоматическим движением снимал нервное напряжение которое мешало ему думать и почему эйнштейн играл на скрипке вот ты говорил об этом да и по и почему этот самый агата кристи все свои произведения написала моя посуду потому что повторяемые движения снимают напряжение оказывается проблема то в чем когда человек сильно напрягается думая о чем-то о том что его волнует он иногда зависает как компьютер зависает его надо как бы перезагрузить компьютерная часть мозга при большом напряжении психоэмоциональном зависает и у человека появляется вот это вот ожидание негативного исхода ситуации у нее нет свободы мысли а повторяемые движения помогают ему освобождать мозг от этих зависаний и вот мы учим школе нулевому состоянию это нулевое состояние как нейтральное состояние коробки передач автомобиля где происходит переключение в мозге тоже есть нейтральное состояние это состояние межустном и бодрствованием это состояние такое отрешенности безмятежности это когда человек засыпает когда его щека касается подушки это когда ему тепло когда ему комфортно эмбрионного когда он был еще в животике у мамы и он пытается туда перейти когда ему страшно когда у него что-то он пытается поэтому напрячься оцепенеть застыть эти все рефлексы взаимосвязаны если было бы у нас очень больше времени я бы целую лекцию прочитал но я это делаю там школе на youtube канале кому нужно пусть посмотрит это интересно у тебя недавно ликбез проводил бесплатно очередной там я рассказывал как быстро выходить из стресса в состоянии творчества в состоянии вдохновения как использовать энергию страха для того чтобы решать нерешаемые вопросы учил изобретательство потому что если человек через тысячу лет человек будущего если человек не будет владеть этими качествами опять вымри человечество как вымерла вымерли мамонты потому что изменилась климатическая ситуация или астероид какой-то упал а люди не умеют быстро адаптироваться быстро изобрести что-то новое ну так они все и погибнут поэтому только один путь есть развивать себе изобретательность развивать себе творческие качества а как раз таки у каждого человека есть способности их много люди этого не знают люди не знают об этом потому что в школе не так учили их учитель как исполнителей например вот он смотрит картины шишкина левитана репина там еще айвазовского и думает я так не умею конечно ты так не умеешь и женя ивазовские но ивазовский потому и стала ивазовским потому что он шаблоны не слушал другие он рисовал как он рисует и когда ты научаешься снимать нервномышленные зажимы ты открываешь свои таланты и способности потому что они у тебя есть никуда ты от них не денешься просто ты себе запрещаешь это ты себе запрещаешь потому что ты не знал о том что ты имеешь право быть раз не мечтаешь о чем-то значит это можешь можешь иначе когда человек например мечтает вы час у нас очень многие не мечтают обрывают почему потому что не то что толку а что то например я говорю девушке вы какая-то красивая надо это что толку причем тут толка это просто мозга мозговой механизм даже если ты знаешь что мечты твоими не исполнится ну ты засыпаешь лучше когда ты позволяешь себе мечтать ты замечаешься оторвешься от реальности от бытовщины и заснешь и хорошо будешь спать а завтра проснешься полной силы энергии я окажется что ты можешь больше чем ты даже предполагал но это целая история как сон и лучше сделать как использовать сон для того чтобы делать изобретение как тесла тесла ходил это состояние между сном и бодрствованием и продолжал там думать продолжал переживать над волнующими его изобретениями и изобретал потому что в этом состоянии нуля между сном и бодрствованием если ты продолжаешь думать над каким-то вопросом который тебя волнует а у гения всегда есть вопросы которых волнуют потому что он даже засыпая продолжает думать 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 вообще мышление глобальная а потому что и наполеон так делал он среди боя там что-то они проигрывают наполеон на 20 минут засыпал просыпался и давал другие команды они выигрывали это я читал я изучаю гениев изучая чемпионов мира изучаю людей с необыкновенными судьбами которые президентов изучаю я по не только древнеиндийскую философию изучал я их изучаю и смотрю что же они делают когда у них бывает кризисные ситуации и оказывается есть там много чему поучиться во первых когда страшно когда кризиса когда тебе кажется уже все мир рушится все надо в этот момент вспомнить что все время плохо не бывает и что опять после этого тебе будет все хорошо вот это если запомнить запомнить себе что чем больше стресса тем больше сил вот эту формулу вот эту формулу то действительно у меня когда бывают неприятные ситуации стресс какой-то там ну компьютер сломался мне книгу сдавать или там я ждал три дня человека он не пришел у меня стресс но как у любого человека я поймал себя на стрессе и говорю себе значит какую-то задачу теперь я лучше решу и действительно я потом беру лучше картину рисую вы себя перенаправил энергию страха перенаправил энергии стресса на решение ранее недоступной задачи вы прямо говорите и у меня мысль идет и все больше и больше появляется вопросов сейчас коротко знаете что хотелось бы коснуться вот вы сказали про творческие наши творческий потенциал что у каждого человека масса всяких на самом деле талантов которые мы себе по каким-то причинам либо нам запретили когда-то либо мы сами себе мы шумельцы сами себе запрещать либо мы сами себе запретили но ведь чем больше у нас будет вот тех задач тех умений и тех хобби которые нам приносят в то самое творческое вдохновение тем мы будем гораздо здоровей и если даже мы занимаемся нелюбимым делом по каким-то причинам то вот это вот энергия положительная которая которую эти хобби или любимые занятия будут нам приносить она уже нам поможет конечно конечно это говорят вот эти продвиженцы что процент а детям а детям многие опять-таки до нашей культуре на принято не разбрасывайся не распыляйся даже а если бы мы детей водили по всем этим кружкам вот как дома пионеров были раньше если бы ребенок попробовал 100 различных каких-то упражнений да может быть он бы решил что он будет невеликим музыкантом как хотят многие мамы а он может быть будет фигурки из дерева выпиливать и он будет гениальным в этом конечно открыть свои способности свои качества вот многие люди мне говорят а я рисовать не умею я общению я честно скажу я цвет не вижу когда я думаю как вот сделать что-то я не вижу как сделать я этот цвет еще на холсте поэтому у меня характер такой многослойная густая живопись это ковер получать а мой сын или например он увидит заранее он очень так четко у него момент характер он четко видит что надо делать и делать вот у нас два разных характера рисования и он член союза художников и я член союза художников у него один стиль а у меня другой а если бы он пытался делать именно как я только у него ничего не вышло поэтому каждый должен найти свою манеру свое лицо авторская поэтому если мы научаемся снимать стресса мы становимся такими какими мы есть по природе и поэтому у меня есть афоризм счастья это быть собой быть собой вот мы не всегда это понимаем что значит быть собой быть собой это как раз таки быть творцом потому что ты творец но со своим со своей модальностью как психологи говорят один на творец в области звуков другой творец в области тактильных ощущений своей модальностью это хорошо а когда же ваша модальность проявилась сколько лет назад вы начали рисовать из чего вообще это получилось это был какой-то стресс или ситуация вдохновения особого я был влюбленный там был молодой совсем я значит и мне любимая девушка она говорила пойдем к другу твоему рахману художнику выдающийся рахман шаховеев один из лучших сведеников москвы был свое время пойдем к нему я говорю зачем к нему его картину было смотреть а я паду дури своей тогда я сам могу так рисовать да ты кто ты 100 смысле и вот я тогда я уже занимался вот видео рефлекторные приемы и диаматурные я выстоял я помню я делал вот этот прием и в этот момент мечтал а я думал как раз таки об этой проблеме своей мечтал что рисовать будут только шедевр вот прямо в мечтал мечтал и вдруг какой-то момент когда руки пошли вот это моя мечта и мое волнение как же быть там и так далее вот по этой теме и вдруг я почувствовал что блок пропал вот такое ощущение но хочешь рисую кто тебе мешает я начал рисовать и у меня все пошло все пошло конечно нет я теперь всем говорю суши хочешь снять блока ты не можешь рисовать только потому что ты думаешь что ты не можешь рисовать и возьми вот мечтаю вот ты хочешь чтобы ты открыл талант какой-то свой мечтая об этом таланте на фоне этих идиомоторных приемов просто переживая своих проблемах на фоне этих приемов или на фоне автоколебаний и ты увидишь что у тебя блок снимается и в мозге появляется возможность решить этот вопрос у тебя появляется ощущение почему нет давай по главным чтобы рядом лежали краски или скрипка это это уже вопросы технические как краски разложить это уже отдельный урок я могу сказать как надо краски разложить чтобы когда ты как у толстого когда львин косил траву когда ты вошел в поток как говорит чизкен михаил ты вошел вот повторяем одессе вошел в поток чтоб ты наткнувшись на кучку например а этой краски нету где не взять чтобы ты оттуда не выскочил из потока я спица это уже вопрос технический как краски разложить какие кисточки нужны какой хост чтоб ты войдя туда в это состояние когда тебе там так хорошо ты рисуешь работе помогает природа как рахмат для того чтобы рисовать и ходил по комнате туда-сюда ему гаму пел я никак понять не могу я говорю рахмат и зачем ему даму поешь я-то думал что рисовать и тогда надо только сосредоточься он я стресс снимаю он снимал зажимы как саниславский учил актеров чтобы они снимали нервномышленные зажимы вот ключ по существу и часть его сихра гимнастики это короткие приемы снятия нервномышленных зажимов и вот он ему гамма пел ты можешь что-то другое придумать ну вот марина ты когда говорила несколько минут назад ты говоришь на улице там они танцуют поют там и так далее я хочу сразу добавить что эти приемы делаешь дома вот эти например моделируешь различные виды деятельности там вот эти потебушек и вот эти все приемы это не обязательно и на улице здесь это для выработки навыков потом в обществе уже не качаешь ногу потом ни одна директор школы сказала да да мы поняли что качать ногой это снимает напряжение ну что вы теперь рекомендуете всем детям ногой качать нет конечно это домашняя работа находишь то действие которое ты хочешь делать делаешь его сильнее успокаиваешься запоминаешь состояние которое возникло комфортно и потом если на перебрасываешь на будущее и как только у тебя это будущее возникает в жизни ты вспоминаешь это состояние легко то есть тропиночки внутри мозга там мира в нейронных связях создаются как навыки но это надо занятие провести что показать приберу конечно но вот кстати говоря да по поводу трясти ногой вот в америке есть в некоторых штатах экспериментальные классы где детей не заставляют сидеть за партами а дети там сидят на таких либо специальных мешках либо они вообще стоят либо они могут передвигаться и доказано что это на самом деле и концентрацию улучшает и творчество конечно снимая зажимы у нас очень плохо было в школе когда я учился что нам надо было сидеть неподвижно и авторитарный способ управления обучения то есть неподвижная поза при авторитарном учительском директивном тоне обучения создает исполнительство а вот я знаю что в еврейских школах можно двигаться например им ни одна дама рассказывала она стояла за это очень важный пример очень важный пример она стояла значит в аэропорту ей надо было лететь то ли в нью-йорк то ли в чикаго но много часов она очень боится самолетов она очень боится летать и она стояла и засмотрелась как два еврея с пейсами стоят читает тору или что-то и покачиваются она засмотрелась и у него внутри стала воспроизводиться ну как это подражательным образом механизм она как бы тоже пока зеркальные нейроны включились и потом она мне говорит слушай я говорит потом эти часы и в самолете до америке летела как в раю я хоть не заметила как эти часы пролетели она боялась летать и она мне это случай рассказала когда узнала про ключ я теперь понимаю говорит что произошло я переживала о полете на фоне повторяем их движений поэтому если вы вот и кто нас слушает видит если вам что-то предстоит предстоит до важное какое-то экзамен там встреча свидания выступления соревнования там помириться с человеком с которым вы поменим вы не знаете как помириться или не знаете как себе как психологи клиентов привлечь ну допустим вы о чем-то переживаете если вы будете переживать это на фоне повторяемых синхронных вашему состоянию движений вы моделируете состояние вот этого теслы вы по существу состав вы выходите на состояние безмятежности когда вы продолжаете думать о том что вас волновало но уже без стрессового эмоционального сопровождения и вы тогда выходите в состояние потока и вы там находите решение вон наконец-то сообразил как правильно сформулировать щедрый человек потому что люди нынче как делают вот метод ключ он вот такой вот а дальше прочитайте в моем курсе вы нам столько сегодня всего рассказали вам очень благодарна наше время потихоньку подходит концу и мне бы хотелось вернуться к вашим проектом которые у вас сейчас в жизни происходит то что волнует вас сейчас что ваши эндорфины поддерживает сейчас ну вот я вижу вот эту картину это я так понимаю одна из последних картин ваших да да это день и ночью или я не или как бы это лучше сказать милый у тебя температура вот она мерить но это как раз такие плюс-минус день и ночь я не и это как раз таки о том что вечная любовь это любовь человеческая любовь человеческая и о том что бог в человеке это все-таки любовь все переживания созидания чувство бесценности живого это как раз таки то что мы создаем науку человечности потому что религии слава богу помогали тысячелетиями наука сегодня нужно чтобы чтобы вот эти соли религии соли религии у всех его в моисея и у христа и у буду мухаммеда на 1 этаж это любовь к человеку это человечность это готовность сопереживать прийти на помощь это готовность сотрудничать это счастье быть собой а высшее счастье это когда ты можешь быть собой и вместе вот когда вообще вместе и каждый там в этот момент сам собой и самое интересное когда я не до спал у меня раздраженность бывает но это понятно да ну когда я должен с кем-то разговаривать если он не вовремя меня разбудила мне постоянно звонят люди по разным повод у меня раздражение но если в этот момент вспомню что мне надо разговаривать с лучшей стороной человека слушай стороной как бы он меня там не включал негативно он мне может сказать да все вы это неправильно говорите ерунда это все особенно молодые которые еще не стреляны и они еще не знают о чем речь идет они самоутверждаются я сам помню маленький был тоже всегда самоутверждаться и вот когда чтобы я мог с ним нормально разговаривать и чтобы наш разговор был конструктивный и родил что-то какую-то истину чтобы мы вместе к ней пришли не надо с ним разговаривать с его лучшей стороной и он поворачивается ко мне этой стороной я хочу это всем посоветовать это мудро как же это потрясающе мудро спасибо большое сколько в эту картину писали но эту картина три года писал а у нее веса три года это у него это я сейчас закончил и решил больше не трогать дело дело в том же вот ко мне недавно приходил в гости выдающийся искусствовед просто выдающийся он член корреспондент он там советник директора пушкинского музея искусства пасюкова виталия и он когда посмотрел мне горьше там рука мешает но я убрал эту руб а я ее три года пытался сделать и я ее убрал вроде было лучше цвет поменялся я все сразу меняю потому что деталь изменилась все надо поменять убрал и мне так стало поскорево я думаю как же без руки я три года делаю я сделал эту руку опять но уже лучше чем было и получилось что в этой истории картины три года замечание выдающегося искусствоведа я последовала этому замечанию но все равно потом я сделал так как я делаю но замечание сработало в плюс потому что рука стала лучше и по и поэтому он сейчас придет ко мне завтра я бы скажу виталий я убрал руку ну потом снова сделал мы уже сделал лучше потому что благодаря тебе а ручки так вот я также знаю что вы недавно закончили книгу она у вас где-то рядышком или мы ее только в ссылочке будем созерцать я посмотрю я во первых хочу озвучьте на пожалуйста она называется метод ключ в комнате страха твоего мозга сейчас вот наташа кажется пришла помогает мне сейчас она из белоруссии она сама тоже написала книжку уже и там бы метод ключ если фантастика если наташа принеси книгу пожалуйста я покажу марине а я хочу еще одну книгу показать у меня первая книжка была в девяностом году молодой гвардии и читали все потому что она была мама массовым тиражом но те годы можно было а вот 96 года здесь вот ребеночек вот эта школа школа самое главное здесь у меня в рецензентах мои друзья директор института сербского академик морозов потом директор института философии и академик степенные и директор степенные директор значит и там забродил юрий михайлович который академик космонавтики а вот у меня последняя книжка последняя книжка этот ключ от комнаты страха твоего мозга главное написано заставь стресс работать на тебя о чем мы сегодня поговорили очень даже удачно а это наше упражнение полет звезды над нами космос внутри нас и есть включил упражнение полет потому что я в центре подготовка звала именно для невесомости для моделирования весомости это придумал ну кроме кроме этого у меня же много книжек если книжек касаться на английском это называю синхром метод он снег какой у меня белый в руках да это я помогал шансово это когда вот была ситуация в нижегородской области там я вначале прилетал значит после пожаров помогать людям восстановиться а потом он меня попросил я прилетел я там был профессором кафедры здоровье и сбережения института развития образования нижегородского там я проводил там эти фотографии делались а я сейчас покажу важное дело в том что 2015 году учебники дошкольников российский учебник профессор матвеев опубликовал о методе ключ о том как но есть аффективные состояния как их снимать там было пол странички обо мне но 2019 году вот вот прошлом году учебники новым физкультуры уже три страницы с картинками психогимнастика по методу саморегуляции ключ для 10 11 классов поэтому это дело не моем даже имени мне конечно это приятно ну кому неприятно если ты в учебнике тут главное другое главное то что будущее поколение детей уже не будет удивляться как быстро можно снимать стресс без лекарств а без алкоголя без сигарета а будут использовать энергию стресса как стресс трамплин для своих достижений к этому дело и идет потому что каждый века он начинает использовать новые формы энергии от механической там того час цифровизация идет переход на новую эпоху отношений и люди попали в неопределенность и в этой неопределенности появляются всякие неприятности виды всякие прочее а я как раз таки и наша школа чекущего хомофутурус мы работаем на сокращение кризисов и войн на планете сохранение разума на земле и для творческого долговетия людей вот чем мы занимаемся и поэтому это уже очень заложенная основа мы свой вклад вносим и ты тоже теперь вместе с нами его вносишь спасибо тебе марина когда я узнал что ты хочешь со мной поговорить я был счастлив еще счастлив потому что прошлый разговор был очень интересный да спасибо тебе большое спасибо огромное спасибо огромное а кстати в новой книжке которая выйдет буквально через месяц полтора 32 картины мои аистер решили поставить почему я и картины свои всегда ставлю и тексты и упражнения всегда новые всегда новые потому что чтобы каждый человек который читает видел пример что я был никакой не художника стал художником поэтому я думаю что верить надо только тем авторам которые на самом деле что-то сделали в жизни и поэтому у меня много таких друзей и одна из за вашей спиной а это фотография там у меня это мой друг армен он мне говорил мы будем собой до гроба говорит видишь он ушел но он был взрослый уже мы он уже ожидают армян же карханяна вот там интересно подниму на полочке мы стоим с андреан гибочем николаевым я еще молоденький был это в центре подготовка с марафта а николаев андреан григорьевич 3 космонавт планеты генерал он там стоял я у него жил в доме там у меня из гостиницы в центре подготовка космонавтов в гостинице орбита он не забрал к себе я у него жил в квартире добытым так дружили слышит его мне рассказывал как он мы курили с ним там лайку он курил и брежев тоже курит лайку но мы вне квартир не курили обязательно мы выходили там баночки было в подъезде потом мы приходили я мне рассказывал бывало встреча еду в кремль и значит брежев меня бывало увидеть и горит адриан ты где пропала я говорю космос летаем и они ты вещи но мне много чего рассказывал конечно удивительный человек джагар ханян тоже удивительный был человек ну просто удивительный да можно я очень нескромно вещь скажу вы тоже удивительный человек ну спасибо ну все мы удивительные люди я вас от всей души благодарю за ваше время за потрясающий интереснейший рассказ за такую четкую формулировку мыслей и за такую глубину которую мы сегодня копнули в этом эфире я благодарю наших слушателей кто был с нами в прямом эфире и записи и дорогие друзья до новых встреч спасибо тебе огромное спасибо сердечное мы большую пользу с тобой делаем может быть кто-то заинтересуется и когда ему будет плохо вспомнит что все время плохо не бывает и чем больше стресса тем больше сил и вспомнит в этот момент какой-то вопрос который надо решить и энергия стресса туда пойдет на решение вопроса до встречи до процентов и до встречи